Ань, ну чё, у вас буквально всё заканчивается, да? Какие у тебя, какие ощущения сейчас, да, вот вы столько прошли, вот что сейчас хотелось бы сказать? Про сейчас не могу ничего сказать, но пока это ещё надо пережить, я все эмоции сначала надо пережить, потом их рассказать. Про вчера могу сказать, пустота, вот просто пустота. Я не знаю, с чем это связано, мне кажется, это, ну типа жалко, что всё закончилось. Почему жалко? А? Хорошо было? Ну, было хорошо, но ощущение, как будто ты что-то не успел сделать. Просто по всему курсу, ну вот, когда, допустим, про себя говорю, Юра давала какие-то задания, там, отработка на болванках и так далее, было ощущение, блин, два с половиной месяца, ты ещё успеешь, там, ты ещё доделаешь, да и т.п. Там, ну ладно, эту работу, ну как бы ты плёво сделал, ну грубо говоря, там, отнёс и так к ней. А уже потом, в конце, вот сейчас об этом жалеешь. Что вот именно тогда надо было делать, но это только в конце пришло осознание, причём этому, по большому счёту, меня Лейла научила. Вот этому состоянию делать до последнего, чтобы это было идеально. И Юра про это всегда говорил, ну как бы, Юру я слышала, но Юра говорил, но я всегда смотрела на Лейлу, а она делала это. Вот. Ну, короче, вот досада в этом. То есть есть о чём пожалеть и чему порадоваться? Ну, сделать выводы. В конце они были сделаны, я знаю, что, ну, сейчас я приеду, допустим, в свой родный город. И реально на каждом клиенте будешь делать так, как вот, ну вот, чтобы это было, вот, как Юра говорит, как на конкурс. Чтобы это было идеально, чтобы это было чисто, потому что даже смотришь другие работы, я не хочу никого обидеть и так далее, может быть, люди это не видят, и я раньше это не видела. Но, правда, мужчины ходят с очень грязными стрижками и с очень некрасивыми. Ну, я это говорю, это кровь из глаз, когда я теперь это смотрю, и это, ну, короче, хочется делать по-другому. Нет, не замечала, ну, как бы, ну, казалось, ну, да, вроде нормально и так далее. И общаясь, допустим, ну, вот сейчас с другими мастерами, ну, которые вот уже работают, я начинающий. Допустим, лично, ну, меня спрашивают, где ты там учишься, и т.д. и т.п. Я рассказываю про Юру, мне говорят, кто? Че, Юра Жданов, там, фу, обучение и так далее. Сколько это стоит? 250? Да это вообще там, ну, типа, ерунда и все остальное. Ну, я просто говорю, покажи свои работы, есть инстаграм. Он говорит, да, показывай. Я просто говорю, ну, наверное, тебе надо все-таки съездить к Юре. Ну, и, и, как бы, говорит, да нет, ерунда, и, ну, просто у людей стереотип такой, что на семинарах просто учат щелкать ножницами, ножницами, извиняюсь. Это у нас, зараза, всеобщее привилось. Просто показывают какие-то стрижки, методы, там, филировки и так далее. Но реально никто не показывает, и когда ты говоришь, что, блин, Юра не учит этому, Юра не учит филировать, Юра не учит стричь и так далее, Юра из тебя делает просто, ну, вот, как он говорит, модельера, реально. Я, конечно, когда была на базовом обучении, и нам показывали стрижки, и мы записывали просто стрижки. Я всегда думала, ну, блин, объясните мне, почему это так, а не так, почему это так. Вот сейчас Юра это объясняет, это кайфово. Ну, даже любую стрижку, к примеру, я понимаю, что сейчас будут косяки, что мы еще сырые и так далее, но, блин, мы уже понимаем, что и зачем мы можем делать. Мы не учим стрижки. Мы, ну, просто знаем, как стричить, для чего, что делать для этого. Вот отсутствие случайного результата. Помнишь, когда только пришли, там, в первые дни, там, да, были, было ли тебе тяжело? Какие-то такие моменты, что там, что-то не получалось, или, в принципе, все шло так, гладко? Сначала все шло гладко. Мне казалось, что все так прикольно, лайтово. Я говорила, что Юра такой вообще весь лайтовый и добрый, жесткости не хватает ему. Мне Антон говорит, Аня, ты не знаешь жесткого, а Юру? Я говорю, очень хочется на это посмотреть. Ну, и все это тогда, наверное, началось с Лейлы, когда она небольшой скандал устроила здесь. Я увидела жесткого Юру, и я сказала вечером, ребят, я его не хочу вообще, не трогайте Юру, главное, чтобы он всегда был в хорошем настроении. Ну, блин, он может, как бы, реально поругать, поставить на место. Хотя, как бы, он кажется, он такой прикольный, лайтовый, шутливый и так далее. Ну, он знает меру во всем, и где пошутить, и где поругать, и так далее. Юра справедливый, да. Причем я всегда, мне до этого казалось, что Юра многие, типа, вещи не замечают, А вот сейчас, к концу курса, я, как бы, ну, очень такой наблюдательный человек. Я смотрю, что он многие вещи видит, о которых не говорят, но он как-то... Ошибочки какие-то вешают? И ошибочки тоже. Ну, конечно, это все ошибки. Он, мне кажется, видит каждого человека насквозь. То есть у него такой опыт, что он знает, что, о чем даже каждый думает и так далее. Где-то он даже, ну, я говорю, мне кажется, он хороший психолог. Это благодаря опыту. Мне просто интересно, вот, что люди получают на таких вот, таких школах за два с половиной месяца? То есть это реально большой багаж знаний? Вот не хочу врать и говорить, да, реально большой багаж и так далее. Мне кажется, вот этот вопрос, ну, вот, лично мне надо задать там месяц спустя. А ты поймешь, да? Да. Я же говорю, что вот вчера состояние пустоты было. Типа вот все закончилось, ты впитал в себя, но еще не переварил. Вот надо время. И тогда я уже, ну, конкретно адекватную оценку скажу, что да, либо нет. Ну, в любом случае, для нулевика это сто процентов. Ну, нужен опыт, короче. Мне нужен опыт лично. Как ты сюда попала тогда вообще? То есть вот как так получилось? На базовом курсе искала методы тушевки. Как научиться тушевать? Ну, и чтобы сюда приехать, меня преподаватели отговаривали. Говорили, нафига это надо? Тем более Сочи и т.д. и т.п. Непонятно, что это все ерунда. А один из преподавателей, который также по ютубу видел Юру, и он говорит, а ты куда, говорит, собралась? Я хоть я говорю, ну вот к Юре ждала. Он говорит, офигеть, говорит. Едь, говорит, туда по-любому, руку тебе поставят. Вот единственное, что он мне сказал. Саша Аргутов, спасибо огромное. Он сейчас следит за мной. Я вижу, что он смотрит и посты, и историю, и так далее. Вот единственный из преподавателей, который мне сказал, Аль, если есть возможность, съедь. А пришлось ли тебе что-то преодолевать ради того, чтобы сюда поехать? Потому что я понимаю, что твоя сумма не маленькая. Ну, мы копили с мужем. У мужа были деньги вообще-то на машину. Я сказала, Саш, ну надо вложить в меня, типа, это хорошая инвестиция. Я потом приеду, и мы вместе с тобой заработаем на машину. Это мотивация для мужа. Но он меня поддерживает вообще в любых начинаниях. Просто он сказал, если, Аня, ты реально этим горишь, то едь. Я вообще года два себя искала, ну как человек. Там, туда-сюда. А потом думаю, на, провожь в парикмахерстве себя. Мне как бы жизнь сталкивалась с этим периодически. Ну, никогда этого не касалось особо. Как так искала? То есть, у тебя же, наверное, какая-то профессия есть? У меня очень много профессий. Я повар, я бухгалтер. Я немного в маркетинге, немного в продажах и так далее. Ну, везде по чуть-чуть. Вот. Но, короче, у нас с мужем общий бизнес. Мне это достало. Вот. Я захотела заниматься чем-то своим, чтобы это было женское, творческое и так далее. Много чего перебирала, искала, интересовалась, как, что. Сходила туда, ходила в парикмахерстве, разговаривала со знакомыми парикмахерами, просила подержать ножницы. То есть, мне надо было почувствовать интерес. Просто и все. Я не люблю работать. Мне хочется просто заниматься интересным делом. Ну, полгода я, получается, ездила в другой город с утра по час дороги. Ну, я думаю, если я полгода проездила, ну, и я не перегорела, то я думаю, ну, значит, это мое. Но здесь я тоже не перегорела. Это хороший знак. Ты сейчас заканчиваешь с вдохновлением таким, да, вот этот учет. Ну, то есть, есть ощущение перспектив на будущее, да, вот, что что-то сейчас пойдет, будет такое вот? Ну, как бы такой вопрос, я, в принципе, об этом никогда не думаю, что вот сейчас попрет и будет. Я не пришла в эту профессию для того, чтобы вот поперло и было. Я пришла сюда, ну, грубо говоря, получать удовольствие все от процесса. То есть, меня, по большому счету, интересует только это. На болванки получаю удовольствие, а на живых людях пока не особо получаю удовольствие, потому что их, ну, немного было. Вот. Но это просто вопрос времени. Я хочу приехать быстрее в Геленджик, найти кошечек и тренироваться на кошечках, отработать, получить уверенность и потом просто кайфовать от того, что ты делаешь. И все. То, что там Юра предлагает дальнейшие перспективы. Я сюда ехала с той целью, ну, допустим, да, я, типа, себя вроде как бы нашла в этой жизни, мне так кажется. Потом я нашла наставника в лице Юры. Сейчас нужно научиться это красиво делать и получать удовольствие. В принципе, ну, блин, от жизни ничего больше не надо. Просто получать удовольствие. Ты, грубо говоря, научилась, потому что ты не хотела ножницы держать, как бы ты сказала, что Юра научила. Руку поставил. Руку поставил. Поставил? Там, без разницы, как просто в легкую стоять и стричь. При этом болит рука, понятно, суставы болят у меня, то есть рука неподготовленная. Ну, палец уже легко ходит. Он несколько раз подходил, может, послабоже, может, так, может, так. Уже ножницы менял, может, думал, в ножницах проблемы. Но научил. А жили вместе вы, да, с ребятами? Да. Антон сейчас рассказывает. Говорит очень круто. Весь он был. Ну, честно, да. Мы такая маленькая семья стали. Каждый друг друга знает, как, что и почему. Ну, и поддержка очень большая, если честно. Правда, ну, вот, ребятам на будущее, кто вот, ну, приедет сюда. Конечно, комфорт – это хорошо, да, когда у тебя есть все. Но если есть варианты выбирать между комфортом и жить с единомышленниками, нужно жить с единомышленниками. Мы еще, когда на чердаке тренировались, я всегда говорю, я говорю, ну, вот, сила в чем? Каждый усиливает друг друга. Один не понял, другой подсказал и так далее. Еще один важный момент. Там, я понимаю, что Юра устраивает конкурсы, там, кубки и все, баллы, система. Это все прикольно и так далее. Но если ты знаешь, делись всегда информацией. Помогай другим. И тебе это вообще в сто крат обратно. Ну, в принципе, все, наверное. Единственное, последнее, это все говорят что-то в камеру, просто смотрят. Какие-то благодарности кому-то. Все, что хочешь, короче. Может, там, городу привет, там, семье нет. Просто до этого все говорили. Чтобы не выделяться из толпы. Тем, кто ты поддерживал в комментариях, важно это было для тебя? Ну, да, для меня это было важно сначала, а потом стало неважно. Уже. Конечно, да, прикольно. Я и так знаю, что за меня болеют, переживают. Я знаю, что за меня родители переживают. За меня родственники, муж. Они у меня перед экзаменом с утра. А они не переживаемы с тобой. Все, у тебя будет хорошо. Я говорю, да я ничего не знаю. Мне кажется, я вообще там все провалю и так далее. Он говорит, все нормально, ты молодец. И так далее. Ну, поддержка родных это важно. Родные это все. Ну, без них никто. Ты же в призовой место идешь. Не знаю. Блин, да, призы это вообще фигня. Самое, ну, ценно это вот то, что дает Юре информацию. Мы даже разговариваем, там, вот эти кубки, это настолько все. Ну, да, стимулы к победе, там, быть победителем, ну, по мне так это разрушает немного человека. Вот это вот быстрее, вперед. Ну, а с другой стороны, может быть, открывает сущность. Ну, некоторые открылись. Ну, не с очень хорошей стороны. Ну, лично для меня. Просто, ну, мне бы казалось, что, наверное, я бы так не сделала. В плане общения. Ну, в плане общения, отношения, вот, именно между людьми. Потому что я говорю сам, ну, в любом случае, самое важное, то, что дает Юре информацию. И все. И ценность вообще того, что он является наставником, и то, что, в принципе, с ним потом еще есть возможность идти дальше. Один в поле не воин. Я знаю, что люди, Юре нужны люди, и нам нужны Юра. Взаимовыгодные сотрудничества мы только за вообще. Мы отдадимся на 100%, кто готов. Я знаю, потому что Юра отдается на 100%. Нам, мы это все видим, как он выкладывается. Ну, мы Юре еще потом все скажем. Если честно, мы очень, очень, очень его полюбили. Прям душевно. В душу. Господи, это что за кошмар вообще-то такой? Ну, надо же было выставиться. Выставиться.